всем привет меня зовут александр мирошников и сегодня в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер мега уважаемый человек как всегда интересная и занимательная тема диеты применяют как мы сегодня увидим не только там люди с ожирением фитнесеры но оказывается и спортсмены циклических видов спорта которые тренируются для развития выносливости и работоспособности и вот интересно вот этот контингент людей вот это как горта спортсменов какие диеты применяет и вообще возможно ли вообще применить да к ним какие-то диеты времени у нас как всегда мало вперед-вперед знание длительные тренировки требуют от спортсменов более высоких требований к метаболизму и питанию поскольку спортсмены циклических видов спорта сталкиваются с тяжелыми условиями во время тренировок они ищут альтернативные диетические стратегии для улучшения выносливости и метаболического здоровья чрезвычайно важно что популярная диета была научно обоснована прежде чем она будет принято спортивным населением вегетарианские диеты диеты с высоким содержанием жиров диеты с периодическим голоданием безглютеновые диеты и основанные на низко ферментируемых олигосахаридов дисахаридов моносахаридов еще каких-то палеолах диету будем называть ее food map диеты конечно же стали популярны среди спортсменов циклических видов спорта буквально на днях выходит интересный обзор по данной теме исследователи посмотрели 5 диет исходя понятно из принципов доказательной медицины ну давайте посмотрим что же у них получилось начинается обзор с вегетарианских диет и здесь что только не придумали и мы видим вегетарианские диеты ово вегетарианские диеты лакто диеты лакто ово песко флекситарианская диета и уже непосредственно веганская диета вы видите в табличке что это значит и пойдем к выводам со всеми данными полученными в результате исследований в настоящее время нет определенных доказательств того что всеядные или вегетарианские диеты обеспечивают лучшее метаболическое здоровье и повышают работоспособность зелененьким вот положительные свойства этих диет выделены на картиночке а красным отрицательные свойства вегетарианских диет что касается викторианской диеты мы предлагаем что при корректировке диеты спортсмена спортивный диет он должен определить какой именно викторианская или веганская там и какой-то ово там придерживать спортсмен контролировать питательные микроэлементы спортсмены связаны с ним биомаркеры особенно витамин b12 фолиевую кислоту витамин d и железо регулировать энергетические потребности спортсмены исходя из задач понятно спортсмен поэтому проблем с этими диетами намного больше чем например с диетами которые используют животную пищу следующие диеты по списку это диеты с высоким содержанием жиров и здесь как и с викторианскими диетами тоже большое разнообразие китогенная диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров не китогенная диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров добавки кетоновых тел восстановление углеводов после жировой адаптации ну все что это означает вы видите на экране и пойдем конечно к выводам хотя эти диеты могут обеспечить работоспособность и пользу для здоровья и иногда они совсем не эффективны и создают много проблем для спортсменов работающих на выносливость кроме того физиологический ответ на экзогенный или эндогенный пищевой китоз может варьироваться у тренированных спортсменов на выносливость и у нетренированных людей следовательно следует отметить что эти стратегии могут не подходить для всех спортсменов на выносливость и так выводы хотя обзоры вот этих высокожировых диет и спортивных результатов дает противоречивый результат научных данных об эффективности жировых диет или кета диет в отношении выносливости недостаточно чтобы рекомендовать эти диеты спортсменам тренирующихся на выносливость настала очередь для диет с периодическим голоданием здесь как мы знаем у нас три фильма в плейлисте огромный огромный выбор полное голодание через день модифицированное голодание ограниченное по времени питание религиозные посты и все что это значит вы видите на экране по этим манипуляциям сделаны следующие выводы принимая во внимание все исследования эффективность интервального голодания для улучшения переносимости упражнений и параметров связанных с работоспособностью все еще остается неопределенный поэтому как мы постоянно повторяем в обзоре необходимо провести дополнительную работу прежде чем рекомендовать эти диеты особенно в жарких условиях или во время периодов интенсивных тренировок поскольку многие мусульманские спортсмены придерживаются месячной диеты вот рамадана по религиозным причинам даже если предстоит крупные соревнования или турнир нам необходимо разработать эффективные стратегии для поддержания выносливости и предотвращение любого снижения выносливости во время рамадана и так выводы общие до доказательства в отношении диет интермитирующих схем показатели выносливости и параметров связанных со здоровьем также нуждаются в дополнительных исследованиях неожиданно здесь появляется безглютеновая диета и сразу же исследователи делают выводы безглютеновая диета не должна быть рекомендована спортсменам не страдающим глютеновой болезнью поскольку в литературе нет доказательств и ее положительного воздействия на желудочно-кишечный стресс иммуно ответ и спортивные результаты и в заключении обзора диета с низким содержанием фудмэп вот этих сахаров здесь долгосрочная алиминация фудмэп кратковременное устранение фудмэп но сделаны следующие выводы у выносливых спортсменов до перехода на диету с низким содержанием фудмэп следует учитывать исключение из рациона только лактозы и фруктозы мы предлагаем сначала запланировать краткосрочную 1 ну там до недели до диету с низким содержанием фудмэп прежде чем планировать долгосрочную стратегию особенно перед гонками на выносливость или физическими упражнениями и общие выводы этого обзора такие таким образом все 5 диет рассмотренных в обзоре могут быть применены к выносливым спортсменам соответствии с текущими метаболическими потребностями спортсменов прежде чем принять решение о популярной диете рассмотрите текущую литературу чем мне понравился данный обзор перед тем как рекомендовать какую-то диету они только в этом обзоре привели ссылки более 200 исследований то есть они представляете наверное по 1000 исследований изучили да и только тогда сделали какие-то но пока далеко идущие выводы если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичные а главное научные темы все пока а